Приветствую всех любителей парфюмерии на своем канале. Меня зовут Инна и сегодня я снимаю видео по запросу моих подписчиков, которые просили меня снять видео про обновленное видео, про мои такие торжественные праздничные ароматы. Конечно же в преддверии праздников многие собираются на корпоратив, на какие-то званые вечеринки. Все эти ароматы, ну это прямо недостойные представители именно такого жанра, громких, интересных, ну обо всем по порядку. Принесла сюда очень много, не знаю сумею ли я вместить в адекватное количество времени, чтобы вам было интересно это смотреть. Давайте скорее приступаем. Тут подобралась очень интересная компания. Давайте покажу первый, мой самый любимый парфюм, который бы, знаете, если бы меня пригласили куда-то в ресторан или на корпоратив, я бы интуитивно подошла бы и взяла бы парфюм от компании Joule et Mette. Аромат называется Неа. Это праздник во флаконе, это радость во флаконе. Аромат невероятно красивый, делал его Лука Мафей. Он очень красиво делает ароматы. Давайте в сторону елочку распылим его. Здесь я слышу розы, мармеладность определенную. Здесь немножко зеленые ноты, по-моему здесь какой-то заявлен папоротник и чувство здесь гранатовые косточки или гранатовую корочку. Он очень красиво. В нем приятная сладость розы, приятная сладость мармелада, свежесть какой-то зелени, плюс терпковатые ноты. Очень красиво обрамлен этот аромат именно гранями своими. То есть он имеет все грани раскрытия. Этим он очень целостно и комфортно носится. Но при этом звучит невозможно торжественно. Но звучит очень необычно. Я такого не встречала нигде. Он очень шлейфует. Два распыления и вы будете просто звезда вечеринки. Единственное, что я бы к унисексу бы не отнесла. Для меня это чистый женский взрыв. Я слышу в нем определенные ноты шампанского. Шампанского более сладкого. Но если заговорила про шампанского, возьму второй парфюм, который не менее праздничный, торжественный, который бы тоже с удовольствием нанесла. Это Домроса Ликвид и Мэндженерис. У меня еще в старом выпуске, очень многие меня спрашивают, почему у меня такая темно-зеленая, да, эта жидкость темно-зеленая, такая сероватая. Это раньше выпускали такие флаконы. Вот, если здесь шампанское, более кисленькая розочка здесь в Домроса с грейпфрутом, с цитрусовыми. Здесь шампанское послаще, с мармеладом, прям в прикусочку. Но аромат очень красивый, достойная работа Лука Мэфея, просто браво. Домроса Ликвид и Мэндженерис, это улыбка во флаконе. У него потрясающее, такая, знаете, очень мягкое звучание. А дев его, вот прям нанесу на себя, порадую, порадую, раз рассказываю в видео, хотя я ни на какую вечеринку не собираюсь. Ой, на вечеринку мы сейчас с Никитой пойдем откидывать снег. Вот такая у нас будет вечеринка, и я буду в аромате шампанского, мне это будет поднимать настроение. Как же я его люблю. Он очень звучит деликатно, то есть это более интеллигентно, если вы не хотите напугать каких-то сотрудников очень громким ароматом. Вот этот звучит поделикатнее, потоньше, как-то более интеллигентно, назову это так. Так, вот здесь, куда-то Никита у меня делал крышечку, я покажу следующий парфюм, давайте так уже мысли бегут сами за собой. Взяла я крышечку от Топиволан, но здесь должна быть серебристенькая, видите, и флакон приобретает узнаваемые очертания. Куда-то задел, когда еще маленький был, не знаю куда. Топиволан, это мое парфюмерное я, и вот, наверное, я бы его одела. Он, я его ношу каждый день, для меня это совершенно ежедневный парфюм, которым я хочу благоухать. Здесь потрясающие белые цветы, жасмин, уже не помню эту пирамиду, для меня он просто эффект вау. Но также я вижу его на торжественный случай. Он невероятно красивый, действительно, жасмин, влага, в этом аромате есть влажность. Несмотря на то, что мы сейчас говорим про зимние праздники, он звучит невероятно красиво на морозе. Знаете, прям колкой вот этим влажным жасмином звучит, белыми цветами, весной. Но здесь очень интересное такое, здесь двойное дно, он очень глубоко, дорого звучит. Очень часто мне, я работаю с женщинами, и вот мои клиентки очень часто на мне отмечают этот шлейф, говорят, Инна, невероятно нежнейший парфюм. Классно, так и вот, я думаю, когда с мороза зайти в теплую какую-то, в теплый дом, в теплое кафе, в ресторан, где там может проходить вечеринка, он никого не удушит, а немножко раскроется. Здесь древесина, конечно же, есть середина, это древесина, эти цветы немножко может согреть. Обожаю топиволан, просто моя любовь. Делюсь сокровенно. Так, ну не о едином, да, нишей, мы единым, не единой нишей, мы едины. Обожаю я, несмотря на то, что нишевых парфюмов у меня очень много, я обожаю люкс. Я получаю и продолжаю получать удовольствие от люксовых ароматов. Давайте покажу свой любимый праздничный, вот это у меня любимый люксовый праздничный аромат. Покажу вам ближе. Чтобы вы не путали его с La Vie Belle в парфюмерной воде, хочу сказать, что это La Vie Belle Lancome версии Eclat. Это очень важно. Я этот парфюм покупала в Париже. У меня с ним связаны особые нежные воспоминания, чувства. Но даже если бы эта покупка была в другом месте, это что-то невероятное. Он отличается от классической версии кардинально. Он более праздничный, свежий. Я всегда люблю говорить про сладкие ароматы, что люблю я сладость, когда есть возможность подышать. Потому что La Vie Belle, которая классическая, я ее, кстати, люблю. Наношу одно распыление, вот в мороз, в снега, он шикарный. Но Eclat звучит для меня более торжественно. Вы будете королевой. Я бы была королевой вечеринки, если бы мне позвали на какой-то корпоратив. О, это невероятно. Кстати, на любые дни рождения, на торжества, куда меня приглашать, я очень часто одеваю его. И вот, если в Тапеволан не очень много женщин говорят комплименты, они говорят, это что-то волшебный нежный запах, то вот Eclat, версия Lancome, La Vie Belle, Eclat, делают комплименты все. Но в большей части мужчин. Два распыления больше не стоит, потому что он очень диффузный, очень стойкий. И третье распыление может быть лишним и превратить этот потрясающий флёр и какую-то магию. В навязчивости. Поэтому два распыления. Это секрет, секретик. Ещё, давайте, раз я люк затронула, покажу вам люксовый аромат, который я просто обожаю. Мюглер. Вот его тоже могу носить. Его я могу тоже носить каждый день по настроению. Но, тем не менее, версия в туалетной воде 2019 года звучит для меня крайне торжественно. Он невероятный, лучистый, искристый. Вот это такое сочное яблоко, которое вот только зелёного, оно непременно мне видится зелёным, вот только его откусывает, и вот этот сок брыжет. И тут же подключаются прекрасные карамельные сладостные ноты. Я, кстати, его покупала летом. Мне две капельки в магазине попали на пальцы. Я помню, еду. Этот кондиционер доносит невероятные ощущения праздника. И какой-то, знаете, вот бывает кайф от жизни. Вот он мне приносит просто кайф от жизни. И я бы его, то я его вижу прекрасно в праздничных, торжественных, кстати, более-то даже домашних посиделках на Новый год бы. Я его с удовольствием бы нанесла, даже если дома бы находилась. Тем не менее, он уютный, комфортный, сочный, сладостный карамельный. Не карамельный, а такой, как здесь очень много, как конфет, конфеты тофу. Ну, пирамиду можно посмотреть. Потрясающе! В нем ощущение есть радости от жизни. Знаете, как не тот парфюм назвали «Жизнь прекрасна». Это тоже, в нем жизнь тоже прекрасна в празднике. Невероятно. Давайте еще. Наверное, Монсера тоже можно отнести к люксу или к ниши. Тут я не знаю, мой на любимейший, обожаемый. Тут видно по расходу жидкости парфюм, который называется «Розы с ваниль». Я слышу, это мое самое любимое сочетание «Розы с ванилью». Тут, как называется, так и пахнет. Но я слышу в нем очень влажные ноты. Стартует он лимоном. И также это роза, где заявлены водные ноты. И эту влагу я ощущаю. Как же я люблю этот парфюм! Боже мой, это просто он такой спокойный, уверенный. Шлейф от него невероятный. У меня мы когда-то заехали, зашли в дом к нашим общим знакомым. Это хозяйки дома пахло вот так вот. Это был обычный зимний день. Но я хочу сказать, как же приятно находиться в шлейфе этого парфюма. Он очень... Торжественно только можно увеличить количество нанесений. Но здесь все прекрасно. Я слышу в нем такие ноты... Скажите мне, как напиток это называется алкоголь? Ликер. Ликерные ноты. Потому что вот роза, сладость, лимоном. И какое-то ликерное звучание. Ну, возможно, просто у многих ассоциируются вот такие алкогольные звучания ароматов с праздником. Поэтому я вам здесь и показала и думроса, который прекрасно звучит на праздник. И тоже алкогольный... Ну, не алкогольный, а аромат шампанского в нео я ощущаю. Точно так же ликерность такая розная делает его для меня праздничным. Вот, кстати, холода он звучит невероятно. А как он звучит в тепло на югах, так это я молчу. Но сейчас не об этом. Следующее. Вот здесь вот один парфюм можно иметь. И я буду королева всей вечеринки, всех торжеств вместе взятых. Говорю я об Амуаш Эпик. Это просто... Это, наверное, так пахло... Турецкая... Турецкая... Скажите мне, боже мой, как ее назвали? Жена Султана, наша любимая Роксолана. Вот, мне кажется, она обладала таким ароматом. Он очень помпезный, уверенный, спокойный. Не хочется просто раскладывать на ноты. Я бы его нанесла в торжество с удовольствием. Но хочу сказать, что я его обожаю носить просто в зимние прогулки. Именно зимние. Потому что здесь я слышу запах хвои, розы, хвои. И вот когда идет снег, куда-то мы идем. Даже если это просто прогулка на санках, я одеваю этот аромат королевы. И вот эти хвойные нотки дают ощущение просто прикосновения к природе. Когда на елках снег лежит. Вот он какой-то многоликий. Но в торжественной обстановке он звучит очень дорого и уместно. Обожаю этот парфюм. Всей душой Эпик. У меня, кстати, без магнита еще крышечка. По-моему, это версия еще 2000... Боже мой, какого? 16-го или 14-го года. В общем, очень давний у меня парфюм. Обожаю его. Давайте буду уже, наверное, скорее, чтобы это видео не было слишком затянутым. Считаю очень торжественным аромат от Парфюме Дель Форте. Насколько я понимаю, это была версия лимитированная. Парфюм называется 150. Это эталон пудрового аромата для меня. Нашу его исключительно в холодное время года. Потому что эта пудра может задушить. Для меня его, можно сказать, почти полным аналогом является Лоренцо Виларези Тентенеш. За маленько, наверное, 1% таким различием, что Тентенеш Лоренцо Виларези обладает не только пудровым звучанием, а еще кремовым. Он более такой жирно-кремовый. Здесь же в Парфюме Дель Форте 150 он больше пудровый. Пудра такая, ну вот, эталонная пудра для меня. И я вот сразу вижу, он очень бомбезный, торжественный. Он любит холода. Одно-два нанесения. Вот и исключительно тоже я вижу его на женщинах. Ощущение ухоженности, чистоты. Вот прям приосанец хочется с этим ароматом. И зимой ему очень идет снег и мороз. Очень он торжественный. Сразу вы будете, ну я так вижу, женщину ухоженной, какой-то благородной. Только благородство подчеркнет этот аромат. И я его вижу на торжественном таком моменте. Очень сильно. Хотя я просто могу в снегопад его одеть и пойти по своим делам, невзирая на то, что я отправляюсь не на праздник. И последние два парфюма покажу вам от Томф. Один из двух это Томфорт Нуар Пурфан. Для меня этот аромат очень личное. Я тоже его считаю одним из своих парфюмерных я. Как мне подходит сегодня под наряд. Я очень часто одевала его на Новый год. Здесь что-то невероятное. Притом его торжественно сочетается с абсолютно мягкостью древесины, алкогольных нот. Вижу сразу камин, как потрескивает. Поленья потрескивают в каминах. Он, с одной стороны, очень домашний. А с другой стороны, этот аромат невероятно красивый и торжественный. Вижу его прямо и на домашней вечеринке. Когда вы в пижаме можете встречать Новый год. Также, если вас на этот же Новый год позвали куда-то в ресторан или в дискоклуб, хотела сказать. На дискотеку в клуб, где будут отмечать Новый год. Ой, какой. Я просто обожаю этот парфюм. Не зря он снят из производства. Моя печаль. Но у меня здесь, наверное, 50 мл отста еще осталось в моей радости. И последний парфюм, который я считаю неимоверно торжественным. Неимоверно красивым. Это Киллиан. И коротко он называется Киссинг. Какой же этот аромат. Вот он у меня улыбку вызывает. Недооцененный, на мой взгляд, линейком нанесу на себя. Обожаю его. Считаю его праздничным, уместным на любой праздник. Он звучит очень статусно, очень дорого. Знаю, так не любят оценивать ароматы, но говорю, как я чувствую. Он сладостный, женственный. Хотя я представляю его совершенно на мужчинах, но только кто любит сладкие ароматы. Для меня он женственный. Женственное начало. Сладостная какая-то. Карамель. Или сладкая вата. Сладкие ноты. Здесь очень красиво обыгран ландыш. Я его уже не расчленяю на ноту. Он просто звучит для меня очень красиво. И тоже я предпочитаю вносить в холодное время года. Я бы, наверное, его выбрала. Какой же он красивый. Просто невероятно. Звучит более торжественно, нежели вот я бы хотела носить каждый день. Вот скажу немножко так. Но я его очень люблю. Я позволяю себе выносить его, когда захочу. Даже на простые будние дни. Вот такая была моя подборка на праздничные дни. Пишите, пожалуйста, мне, где вы собираетесь встречать Новый год. Подходят ли вам такие праздничные торжественные ароматы. Потому что я планирую сделать ароматы новогодние, праздничные. Если я бы собиралась его встречать в домашнем кругу, в кругу друзей. В более такой домашней семейной атмосфере. Увидимся с вами скоро. Проверяйте подписку. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить в огромном мире Ютуба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok